всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life сегодня у нас 20 ноября еду на работу на заправку и как обычно в это время записываю небольшой влог влог сегодня у нас называется к видные новости многие каналы делали очень даже неплохой рост на первой волне к вида кто-то топил за то что его нету кто-то за то что все пропало гипс снимают пишите из какого фильма это фраза вот я как-то вообще не хотел касаться этой темы ну так немножко вскользь хотелось сделать какие-то новости но потом сели на карантин и в общем я тоже их не выпускал и кому они как говорят и нужны эти новости тем более что постсоветское пространство сидела на полном отрицании к вида не было там маски не носили со всего смеялись бла-бла-бла вот поэтому чего было воздух сотрясать сейчас когда до всех дошло в той или иной степени и прогнозируемая вторая волна начинается накатывается все больше и больше я хочу рассказать как она накатывается непосредственно у нас в калифорнии в той местности где мы живем потому что я всегда говорил я рассказываю про ту америку в которой мы живем про нашу америку америка большая и разные и люди могут жить даже на соседних улицах и в разных америках но в общем сегодня влог о к виде так вот из последних новостей а перед этим я хочу сказать значит есть такое понятие окно вертрона эта теория была еще создана где-то в 60-е годы кому интересно в общем я думаю что вы должны почитать про это потому что это это важно это то как устроена наша жизнь и через это окно мы все как говорится живем так вот эта теория управления общественными массами народом народ сам как говорит лукашенко ну в общем и в целом наверное всем населением и популяции земли так вот чего это теория продвигает она состоит из шести из шести подпунктов первый подпункт это скажем так невозможно вообразить и такого быть не может потом еще идет четыре и последний до скажем последний это пункт это государственная норма государственное правило это устройство общества это так должно быть то есть получается если если человек не может себе что-то представить и для него это не является нормой для него это дичь он не может в это поверить это первая версия то есть это случился к вид никто в это не верил и все такое бла-бла-бла то последняя новость это то что это становится нормой жизни и мы сейчас даже те кто не верил в то что это есть то он уже сейчас живет с этим и живет в этих нормах и уже неважно есть это или нет это уже продвинуто это уже засажено в голову и это оно есть вот так в общем когда мы с маришкой узнали про это окно овертрона мы его назвали окно лохотрона и в общем то наверное оно так есть или не есть каждый пускай судит сам так в общем что нам продвигают через это окно лохотрона через окно лохотрона нам начали продвигать еще на конце первой волны что будет старая и никто в это не верил но как рассказывали в какой-то юмористической передаче не помню кто говорил говорит 10 лет назад приглашали по-моему это был жуанецкий великолепный был человек говорил своей юморески 10 лет назад приглашали на юбилей и вот надо идти так вот не закончилась толком где-то еще первая волна а еще лукашенко говорил по этой теме горит и когда пройдут выборы я вам очень много чего интересного расскажу про этот ковид сейчас прошли выборы он переобулся в лапте как будто ничего и не было и вся беларусь уже в масках везде они должны быть по крайней мере то что я видел в новостях то что родственники с той стороны говорят может у кого-то тоже другая информация здесь в комментариях но по крайней мере в магазинах не обслуживаются без масок висят везде объявления и в масках должны входить в магазины бла-бла-бла в общем тогда а речь идет об америке так вот значит нам тихонечко начали через новости задвигать и продвигать что будет вторая волна вторая волна будет еще хуже и бла-бла-бла и надо готовиться и вот скажем так в последнее время где-то может быть месяц назад сми начали активную такую вот пропаганду атаку на мозги вброс информации каждый пускай называет как хочет в общем начало звучать что вторая волна вот-вот нас всех накроет надо готовиться как подготовиться значит чего это началось это началось со списков как подготовиться ко второй волне что приготовить чтобы так сказать с комфортом ее пережить и пройти через нее и списки туалетная бумага средства дезинфекции продукты питания определенные наименования и бла-бла-бла-бла-бла и как марина сказала кто же отменит маски такие люди серьезные вложились в этот бизнес то такое впечатление что в этот бизнес еще и вложились производители бумаги средств дезинфекции и определенных брендов потому что мы почитали посмотрели посмеялись с мариной тоже ну как посмеялись с сарказмом да прошло две недели приходим в магазин туалетной бумаги нет воды нет консервы начинают сметать прошло еще две недели вот сегодня мы были в центах и в smart and final значит как я вам тогда говорил на первой волне сначала все разобрали костка сэм склад потом пошли районные магазины типа сэм склад волмарт и потом пошли вот эти отдаленные куда никто не ходит 99 центов но не ходит это я так образно говорю из большинства русского населения америки вот то есть ситуация какая костка сэм склад еще на воде чуть-чуть держится но нет уже основных брендов например те которые мы любили покупать по воде однозначно уже месяц а то и больше но вода еще есть в принципе в принципе еще есть туалетки уже нету остались только полотенца дезинфицирующие сметают продуктов хватает зашли в smart and final сегодня дезинфекции нет туалетки нет вода еще немного есть консервы полки разгружены конкретно в некоторых до пустых в центах пока все в порядке вода туалетная бумага консервы все это есть вот почему сказал про определенные бренды продуктов потому что есть определенные консервы о которых писали которые любят американцы которые известны и вот их нету то есть получается либо кто-то хочет очень продать консервы либо народ конкретно запасается так вот про окно лохотрона получается нам задвинули вот эту теорию что надо готовиться и люди начали готовиться сейчас значит что сми задвигают что значит о прививках это началось тоже уже скажем так не сегодня не вчера и больше чем месяц назад сначала сказали что прививок хватит всем то есть ситуация была какая когда всех одевали в маске сказали что скоро привьемся и снимем маски следующее что было это доктор фаучи выступил наш самый главный доктор скажем так и он сказал что ребята двадцатый год закончится прививки сделаем но в масках мы останемся надолго понимаете то есть сначала сказали оденем привьемся снимем сейчас одели привьемся но не снимем понимаете народ постепенно подготавливают тому что надо ну как бы это тупо не звучало это мое выражение которым я всегда говорю что она мне не нравится надо жить в новых реалиях мир не будет прежним надо подготовиться к новой жизни и к новым нормам вот то есть это продвинули сейчас и параллельно начали говорить о прививках как это будет хорошо когда мы все привьемся начали говорить что мы будем прививаться сообществами типа вот не просто там ходить в поликлинику ну то есть понимаете чтоб народу было просто доступно удобно не больно в плане не физическом а в моральном пережить то есть вам не надо идти в поликлинику в очереди стоять или еще что-то среди незнакомых людей вы придете в школу там где вы всех знаете и вам там всем сделают прививочку это все будет хорошо здорово и весело и мы все здорово и весело заживем сейчас я говорю с определенным сарказмом к тому что у нас происходит но на самом деле это как бы звучит приятно и я с этим согласен но что потом последовало последняя информация которая вот буквально вчера появилась то что оказывается прививок то хватит не всем и сделают их не всем и не сразу а в первую очередь сделают конечно докторам потому что кто-то нас должен лечить первое второе это сделают всем essential работникам то есть essential такое слово которое заменяется в русском или переводится всем кто так сказать на первой волне всем кто опять же жизненно необходим как доктором всем самым очень важным то есть понимаете это работники магазинов это работники сферы обслуживания возможно туда даже я попадаю но это вряд ли вот я как бы и да и нет то есть понимаете доктора потом важные работники и как вы думаете третья волна прививок кому будет сделано третья волна прививок будет сделано афроамериканцам и мексиканцам почему потому что два пункта они наиболее уязвимы почему потому что они живут в очень плохих условиях они тяжело и очень много работают и у них нету золотого запаса как говорили в определенной комедии напишите в какой чтобы так сказать не ходить на работу пересидеть вот этот карантин и тут понимаете я уже начинаю ржать в полный голос и уже не прикалываясь и без сарказма начинаю думать так а сука белые все могут пересидеть на золотом запасе вот прямо я прихожу домой у меня стоит чемодан баксами набитый а на него сажусь и говорю блин как хорошо сейчас засяду и сижу еще полгода дома да мне понравился карантин мы не работали очень долго и знаете это затягивает это приятно ты встаешь выпиваешь чашечку кофе тебе не надо идти на работу ты ни о чем не думаешь ты занимаешься спортом смотришь телевизор и это блин приятно это классно и когда ты начинаешь думать что вот а через пару месяцев выходить на работу я еще отдохну а потом как говорится вот уже и пора и ты выходишь и понимаешь блин а как же классно было на карантине не посидеть ли еще но когда тебе преподносят что ты блин типа лучше чем кто-то почему-то кто-то хуже потому что блин работает то мне кажется вот сейчас все проезжающие мимо машины это все люди которые едут с работы на работу по каким-то делам и не все миллионеры в америке и вот тут вот понимаете не хочу далеко вдаваться и и в летние события и бла-бла-бла развивать эту тему но тема это напрашивается вы можете все ее пообмыслить возможно я на нее поговорю когда-нибудь но не сегодня то есть вот третья волна это африка афроамериканцы и мексиканцы и потом по моему еще две тоже вот разбиты там остальные люди по категориям и и вот им тоже будут сделаны прививки да и там еще где-то как марина мне говорила это она мне информацию проводит а я уже вам вот что не все будут иметь доступ понимаете когда читаешь эти слова не вдумываясь то на многие вещи не обращаешь внимание а когда начинаешь слова разбирать вернее текст по словам то некоторые слова очень четко указывают на определенные моменты и они готовят психологически психически людей к определенным действиям подталкивают к размышлениям и прочим вещам то есть вот то что я вам рассказал про тех кому в третью очередь будут делать про слово доступ понимаете не все получат доступ доступ это такое слово вот она непонятная ну как она с одной стороны понятно а с другой стороны каждый его может понимать по-своему вот ты не имеешь например доступ там к интернету это твое ограничение ты не имеешь доступ там например каким-нибудь благам доступ к автомобилю доступ к общественному транспорту там я не знаю доступ в магазин понимаете это как ограничение получается и люди Люди, когда это читают, они хотят снять с себя ограничения, ведь они же хотят быть, все мы хотим быть свободными, правильно, мы хотим пользоваться благами цивилизации, мы хотим быть свободными и независимыми, чтобы у нас все было хорошо и бла-бла-бла. И вот это вот и есть работа этого окна лохотрона, которая нас постепенно вводит и подготавливает к тому, чтобы все захотели эту прививку и все за ней побежали. Я сейчас не подвожу никакие итоги и не делаю выводы, что хорошо и что плохо, вот, но, понимаете как, если когда всем одевали маски, все их отрицали и говорили, что это плохо и никто не хотел носить, то сегодня уже все готовы быть в масках, все готовы их одеть, сегодня уже существуют брендовые маски, не брендовые, попсовые, там, какие хочешь, блин, со стразиками, со всякой фигней, и люди в них наряжаются, я вам скажу больше, некоторые даже умудряются две маски одеть, под них одевают медицинскую, а сверху там одевают там гучи, там, адидас или что-нибудь еще, то есть каждый, кто во что гораст, под платье, под туфли, под сумочку, то есть людей подготовили и потом плавненько и красиво одели в маске, сейчас людей подготавливают к тому, что вы можете отрицать прививку, она вам не надо, но вы не получите доступ многоточия, и понимаете, пожив в этом месяц, два, люди уже сами захотят бежать и становиться в очередь за этой прививкой, то есть, как я говорю вам еще раз, я не против масок, я не против прививок, но, блин, что-то происходит и что-то делается, и напоследок, что, значит, я хочу еще раз сказать, совсем такое уже, что не из теории фантастики заговора и прочее, значит, наш мэр с сегодняшнего дня, с пятницы, с 10 часов вечера вводит комендантский час, с большего это означает то, что с 10 до 6 или с 10 до 8, всякие не essential бизнесы, то есть, не важные, то есть, кафе, рестораны, бары, там и бла-бла-бла, должны будут закрываться раньше, открываться позже, вот, и, в принципе, если народ его поддерживает в этом плане, что да, ну ничего страшного, давайте там, блин, немножко ограничимся, то на выражение, на высказывание и на ограничение нашего губернатора, который сказал, что с понедельника, или, вернее, с ночи на воскресенье, с воскресенья на понедельник вводится режим safe at home, то есть, максимально находиться дома, это еще пока всех насильно не усаживают, но ты должен предохраняться, и желательно будет, если ты будешь это делать, то есть, в лишний раз не тягаться по магазинам, вот, пришел с работки и сиди, покупочки делай онлайн, пускай тебе приносят, то тут люди очень взбунтовались в комментариях, и это мы читаем не русские новости, а американские, и американские комментарии, то есть, те, что пишут американцы, и там, в общем, посыпались слова на букву Ф, и бла-бла-бла, и сказали ему, куда идти, и что делать, и напомнили ему о том, что недавно его заметили в ресторане, без маски, и в очень широком кругу людей, и накануне он выступил с тем, что надо, типа, ограничить посещение вот этих мест, и ограничить посещение, типа, одной-двумя семьями, хаусхолд это называется у нас, то есть, не собираться, как говорится, больше трех, а там собралась большая компашка, и он в этом участвовал, и когда это просочилось в СМИ, он очень, ну, не то, что долго извинялся, но он пытался, да, сказать, что он был неправ, приносил извинения на полном серьезе, и все это было, но, тем не менее, вот это вот сейф от хом, которое он предлагает, вызвало бурю недовольства среди американцев, и, в общем, комментарии там не очень лестные. Вот, собственно, такую политинформацию на ковидную тему хотел я вам провести. Вкратце, это окно лохотрона, что не все просто происходит в мире, и если этот ковид искусственный или не искусственный, знают его как лечить или не знают, потому что сейчас очень много докторов высказывается, опять пошла вторая волна высказывания докторов, что, типа, нужны, не нужны маски, что этот ковид искусственный, не искусственный, и самое главное, то, что доктора подытожили, подытоживают, то, что, по сути, пока никто не знает, что с ним делать, как его лечить и как с ним бороться. И, как я понимаю, и судя по тому, что вот заболевают здоровые люди и умирают, заболевают пожилые люди, у которых много всяких осложнений и текущих каких-то болезней, и они выздоравливают, то совсем непонятно, кто от чего и почему, вот, скажем так, и тяжело переносит этот ковид. Поэтому давайте оставаться на позитиве, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, на какие смогу ответить, отвечу. Будем обсуждать это в комментариях. Вы были на канале Наша жизнь в Америке, New Life is my life. Хотел бы рассказать что-то еще, но уже надо заправляться, бежать, поэтому на связи с вас. Подписка и колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, обязательно комментарии, чтобы что-то обсудить. Я не прощаюсь, увидимся нажатием одной кнопки, мы же в интернете. Бай-бай.